Вторая история это криптографирование. В определенный момент времени все ударились в систему криптографии с точки зрения защиты данных. И всем казалось, что это такая прямо панацея от взломов, от как раз утечки информации между государствами. Но вдруг оказалось, что в мире признаны всего две библиотеки. И одна из них это криптографическая библиотека Соединенных Штатов Америки, а вторая китайская криптографическая библиотека. Больше других библиотек сертифицировано в том числе в Российской Федерации не существует. Поэтому когда говорят о абсолютно защищенной системе криптокошельков, допустим, это тоже чушь собачья. По той простой причине, что, и в прошлом году это было доказано одной из системных действий со стороны Агентства национальной безопасности, что когда использована определенная библиотека при написании продукта, самого кошелька, программы и чего-то еще, то они связываясь в пресловутом блокчейне, в распределенном реестре, они связываясь между друг другом, эти библиотеки создают такой, за счет закладок создают цепочку. И, соответственно, те, кто имеет ключик в начале, они эту цепочку дергают в определенный момент времени, и она сдает всю систему данных. Поэтому здесь тоже никакой безопасности не существует, и все это милами по воде писано. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!